К нам приехал третий секретарь и вице-консул посольства Филиппин, господин Шефри Валдес, с переводчиком. Он, значит, по прилету сразу поехал в больницу, встретился с Ракель, пострадавшей филиппинкой. Тогда она находилась как бы между двумя операциями, но тем не менее разговор состоялся. Она была очень сильно взволнована, увидев его. Он ее по мере возможности успокоил. Так как уже официальная помощь подъехала. Вчера представительство МИД России в городе Якутске встретился с сотрудником Следственного комитета для выяснения, какова вообще процедура проведения следственных мероприятий, и получил абсолютно черпающие ответы, по какому регламенту будет работать Следственный комитет, сколько это дней примерно займет или месяцев займет, и кто может представлять интересы потерпевшей стороны, если будет принято решение на то, чтобы ее перевести на родину, на реабилитацию. Как сказали врачи, примерно три месяца, наверное, будет продолжаться реабилитационный период, но где-то после недели, через неделю после операции, в принципе, ее можно будет транспортировать. Но все-таки, пока они очень осторожны в комментариях, все зависит от того, как пойдет, вот сейчас вторая операция закончилась, и как самочувствие будет, будут ли какие-то осложнения или не будут. Если все будет нормально, то вот через неделю она, в принципе, может уехать. Следственный комитет подтверждает, что препятствий никаких к этому не будет. И господин Валис интересовался тогда, в этом случае, кто может представлять ее интересами. Но это может быть нанятый апплакат, или сотрудник посольства Филиппин, или тот человек, через которого они могут работать в республике. То есть посольство будет решать этот вопрос. После этого еще он встретился с Афанасием Алексеевым, клиентом Ракельда, владельцем магазина «Японец». Поговорил с ним. Афанасий Алексеев, он оплачивает пока стоимость операции. Достаточно солидную сумму он уже выделил, насколько я знаю. И как дальше будет проходить, полностью ли ляжет на его плечи, или посольство будет помогать, тоже будет обсуждаться. Все-таки вице-консул, он очень осторожен в своих высказываниях. Пока никак не комментирует. Он сказал, я приехал, чтобы убедиться, что все медицинские процедуры, необходимая медицинская помощь оказывается, и ей ничего не грозит, и она находится в полной безопасности. И что органы внутренних дел готовы взаимодействовать с посольством по этому вопросу. и выдерживать весь процесс как бы законно в порядке. Кроме того, он встречался вчера с частью филиппинок, которые работают здесь в трех клининговых компаниях, в католической церкви Покрашова. Успокоил их, потому что женщины тоже стревожены. что у некоторых тоже могут возникнуть примерно подобного рода проблемы, они так полагают. У кого-то тоже истекает срок изы, может быть, и так далее. Он с ними провел хорошую беседу, что в любом случае посольство их без внимания не оставит. По любым вопросам, также наш департамент по внешним связям, представительство МИД России в городе Якутске, готово оказать содействие при возникновении каких-то беспокоящих их моментов. И мы договорились, что с посольством будем держать тесную связь, чтобы оказывать необходимую помощь. Они не могут каждый раз сюда приезжать и, возможно, будут нуждаться в какой-то консультативной помощи. Но, конечно, он пока воздерживается от комментариев средств массовой информации, так как имеет четкую установку от посла своей страны, который рекомендовал не давать никаких комментариев до того, как он не примет решение после изучения того доклада, который он представит по результатам своего визита. И после этого, оценив все обстоятельства дела, посол сделает официальное заявление, которое появится на английском языке на сайте посольства. Это будет не устное заявление, а письменное. Хотя средства массовой информации России этот случай уже достаточно получил детальное раскрытие, о Филиппинах пока население не знает. Ребята, потому что у нас семьи русскоязычные, официальное заявление будет на английском. Господин Вальдес также отметил, что в настоящее время около 10 миллионов филиппинцев работают в других странах. И это в основном люди из бедных слоев населения и работают в качестве разнорабочих, в таких же клининговых компаниях, домработницами, гувернантами и так далее. И поэтому их семь достаточно сильно беспокоит каждый случай подобного рода. Если в Москве, говорит, подобных случаев достаточно много, но вот в регионах редко появляется, но они каждому случаю уделяют конкретное внимание, всем помогают, независимо от того, нарушил человек миграционный законодатель с той стороны, где он пребывает или нет. То есть одинаковая помощь всем оказывается, вот так он выразился. И надеемся, что в течение ближайших месяцев ситуация сгладится, и будут найдены оптимальные, нормальные меры взаимодействия и посольства, и наших органов внутренних дел, органов пресмотров власти в республике. Такой краткий комментарий могу дать. А были ли в порядке документы в УРФ? Ну, по словам вице-консула, она отправляла свои документы на провангацию рабочей визы, которую она получала в Москве. И сейчас они должны представить эти документы еще в нашей республиканской больнице для оформления всей документации по оплате лечения и так далее. Нас заверили, что вот день-два они этот паспорт с визой пошли. Скажите, а как бы вы охарактеризовали вот эту конфликтную ситуацию? Что это, международный скандал или просто разборки между... Как вы вообще в целом? Есть ли у вас по протоколу статусу такого конфликта? Ну, в принципе, такие инциденты достаточно часто случаются и не только в нашей стране, но и в любой стране бывают. И поэтому, в принципе, хотя и достаточно спокойно относимся, но тем не менее сразу вступаем в процесс, чтобы оказать все необходимое дипломатическую помощь представителям той страны, гранатам, которых случился данный инцидент. То есть это не отценивается как международный скандал, но все будет зависеть от того, как будет проходить и лечение, и следствия. Если филиппинская сторона посчитает, что следственный процесс проходит не так, как они бы хотели, то, возможно, ну, некоторые осложнения просто на дипломатическом уровне, но не более того. Все-таки достаточно, как и они это признают, достаточно рядовой случай. И всегда они находят решение. А в Якутске сколько граждан филиппин работают? В филиппинок, по нашим оценкам, здесь находится около 50 человек, и все они работают в трех клининговых компаниях, занятых именно в этой сфере. Последнее, можно узнать, точнее, какая операция была сделана у ПД Ракеи? Ну, сейчас, ну, как мы знаем, у нее компрессионная травма позвоночника в нескольких отделах, и плюс пяточная кость ноги, да. В первую очередь, конечно, по ноге была сделана операция, вчера сделали операцию по позвоночнику, по всей этой травме, да. И сегодня она вышла из наркоза, состояния наркоза. Вице-консульт встретился с ней, сказали, что состояние хорошее, удовлетворительное, как бы резких никаких осложнений пока не наблюдается. Наше сознание очень хорошо общается, больше никого не допускают пока. А собирается ли уводить ее в страну? Да, этот вопрос будет решаться. Да, первоначально, конечно, речь шла на том, что вот 3-4, ну, максимум недели она пролежит здесь и поедет на родину. Все зависит от того, насколько она будет транспортабельна. Состояние здоровья очень важно. И исходя из этого будет посольство принимать решение. То есть участие в судебном процессе? Следственные органы сказали, никак мы не препятствуем этому. Если вы хотите ее вывести, и там будет мощная реабилитация, нет проблем. В суде, даже в суде, ее интересы может представлять представитель. Или адвокат, или приедет сотрудник посольства, или кто-то еще. По решению посольства. Хорошо, спасибо. 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 Спасибо.